Нужно вырезать и ты насквозишься. Молодые люди очень ждут занятий в любимой мастерской, где лепят, рисуют, учатся находить общий язык с окружающим миром. Занятие творчеством – настоящее лекарство для воронежцев с расстройством аутистического спектра. Занятие арт-терапии в группе с разными людьми помогает формировать навыки сотрудничества, коммуникации и общения. Есть стереотип, что люди с аутизмом не замечают других людей и не любят с ними общаться. Но это не так. Им просто часто сложно это делать. Поэтому мы организовали занятия в мастерской «Теплый круг», для того, чтобы такие люди могли общаться друг с другом, учиться взаимодействовать и социализироваться. Проект «Гончарный мастерской «Теплый круг», в рамках которого дети и подростки с аутизмом могут обучаться ремеслу среди сверстников, наша организация «Аутмама» начала реализовывать в 2019 году. Тогда мы получили поддержку от фонда президентских грантов. Мы проводили также мастер-классы и для молодых людей с ОВЗ. А когда проект завершился, наши воспитанники и их родители попросили продолжить занятия. Ведь на самом деле для особенных людей мало что организовано. А они нуждаются в регулярной полезной деятельности и общении. И вот сейчас, благодаря поддержке Сергея Чижова, наши ребята получили возможность заниматься. Способствовал выделению дополнительных бюджетных средств, чтобы мастерская «Теплый круг» вновь открыла свои двери для молодых людей с особенностями, в том числе и с раз. Это не первое наше взаимодействие. Он всегда с особым вниманием относился к вопросам помощи, поддержки семей, особенно тем, где растут дети с ОВЗ. 26-летняя Дарья обожает работать с глиной. Она в мастерской не только ученик, но и помощник педагога. Она знает все. Готовит материал к занятиям, следит за порядком, помогает ребятам. Благодаря целеустремленности мамы Дарья окончила общеобразовательную школу и даже техникум. А вот устроиться на работу пока не получилось. Владиславу тоже 26. Он ждет занятий в «Теплом круге», как никто. Как говорит его мама, готов буквально не выходить из мастерской. Здесь его всегда встречают друзья, здесь он обретает уверенность в своих силах. Очень мало людей знают о том, что детям очень нужно общение, у которых есть особенности в развитии. Для них очень важно, когда они собираются, приходят на занятия. Моему сыну очень нравится. Он с таким нетерпением ждет этих занятий, постоянно спрашивает. Очень хотелось ему почаще собираться, потому что наши дети очень позитивные. Они умеют дружить. Родители, воспитывающие детей с аутизмом, очень часто сталкиваются с агрессией окружающих. Негативной реакцией на непонятное поведение внешне совершенно нормального ребенка. Людей в инвалидных колясках и с белой тростью видно, а с аутизмом нет. Поэтому очень важно объяснять, что есть такие люди с ментальными расстройствами. Так, в прошлом году при поддержке Сергея Чижова мы реализовывали фотопроект «Позволь другим быть другими», который как раз имел цель донести информацию о жизни детей с аутизмом, рассказать, какие они. Не говорят, не взаимодействуют, не сопереживают. Глядя на лица ребят, трудно поверить, что когда-то они были именно такими. Творчество дает им возможность выразить свои переживания во внешний мир, сделать свой мир реальным для других. Да, им не просто концентрировать внимание, с ними бывает сложно договориться, но это не значит, что невозможно. При желании все получится. Желаний и поддержки. Доносим на насечки аккуратно и соединяем насечки и тут, и тут.